Я прям делаю вот так вот. Еще раз расскажите. Этот прием зареченский борец Александр Канадчиков выполнял на первенстве Приволжского федерального округа и теперь учит ему товарищей по секции. Александр недавно вернулся с соревнований с победой. На первенстве ПФО в Кстово спортсмен провел 6 поединков и во всех выиграл. Каждая победа это результат совместной работы борца и тренера. Выходишь на поединок и все слышишь. Там он корректирует по ходу поединка. Рассказываю я конечно легко. На самом деле все это же. На турнир в Кстово приехали спортсмены из 14 областей. Борьба между ними шла серьезная. Победа на первенстве ПФО дает спортсмену путевку на всероссийские соревнования. Александр уверяет, выиграть ему помогла поддержка наставников и друзей. Хочу сказать спасибо большое моему тренеру Владимиру Васильевичу Гречену и всему тренерскому составу Валерию Васильевичу Мяурикину, Илье Ржаеву, Игорю Владимировичу Гречену, всем спортсменам, которые сейчас сзади меня и старшим и младшим. Все они помогут Александру Канадчикову подготовиться и к первенству России. Сейчас спортсмен входит в работу, тренируется аккуратно, чтобы не получить травму. По индивидуальному плану, составленному тренером, пик нагрузки придется на 25 мая. Два человека у нас отобрались на Россию, прошли первый этап отбора Канадчиков и Затылкин. Оба такие высокие достаточно шансы имеют выиграть первенство страны. Илья Затылкин получил путевку на всероссийские соревнования после победы на турнире памяти Евгения Григорьева в Саратове. Первенство России по самбо пройдет со 2 по 6 июня в городе Кстово. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».